Все, заведу посла. Добрый вечер, Хасай Магомедович Алиев. Вот, я сегодня... Привет, Алексей, и привет всем участникам предстоящего марафона. Да. Мы же завтра включаем, да, начало марафона? Завтра мы будем записывать уже основные занятия, которые будут, а с 7 числа уже приступаем. Да. Ну, хорошо. Я хочу всем предложить, кто еще не видел, а мою открытую трансляцию, которую я только сейчас закончил. И она там выставлена в записи, открытая трансляция. Целый час я объяснял, почему мы делаем этот марафон, что ты организовал этот марафон, Алексей, что я тебе очень благодарен, что я там еще должен похвалить. Знаешь, каких людей? Участников активных в школе. Конечно. Да, там еще у меня... Владиславович. Сейчас, 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 я понял, что там целый список, кого надо похвалить. Там много кто участвует, Федор тоже участвует. Да, 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 но там есть такие, Константин Маркин, там есть еще Марков, да, там есть еще Брашко, Валерий, я всех благодарю за активное участие в школе. Потому что, ух, там еще, еще есть, еще есть, просто целый список, понимаешь? Владислав Варумович. Мне, которых надо поблагодарить, потому что они творчески подходят к этому, и они в школе там выставляют свои посты, свои видео, свои рекомендации, своего личного применения. И в ВКонтакте в группе, и в Фейсбуке в группе. Да, 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 я всех-всех благодарю. Как вы, вот, отреагировали на то, что мы думали, не так быстро заполниться чат, да? А здесь 19 часов, и все, весь WhatsApp-чат заполнен, прям полус. Ну, да, мы там задавали вопрос такой, вот, писали мне Наташа, которая помогает, она мне сказала, кто-то не может войти, потому что там места ограничены. Что же это? Как бы сделать так, чтобы было вхождение свободное? Нельзя так сделать? Скажи мне. Можно, вот, для этого у нас будет сейчас под этим роликом уже чат именно ВКонтакте, для того, что там я знаю, что более 500 участников вместимость, а у WhatsApp идет 257 всего лишь. Вот, для этого мы пошли на эту историю. Ну, хорошо, ну, и еще важный момент, некоторым неудобно в WhatsApp это делать, ну, гаджеты у них такие, или там какие-то другие причины, они мне спрашивали, внучки, а почему обязательно в WhatsApp? Ну, я там им ответил, я не организую, это ты организуешь, я-то не знаю, как это производится, я там ответил, это на выбор, кому как удобно. У нас есть там чаты в школе, ВКонтакте, в Фейсбуке, я правильно ответил, или только в WhatsApp это должно происходить? И в WhatsApp, и в ВКонтакте тоже будет. Только в Фейсбуке? А в Фейсбуке, я не знаю, там есть чаты или нет. Я знаю то, что ВКонтакте точно есть. У нас что-то школа есть, там школа Человек Будущего. Да, там группа только подойдет. Там группа. Кому не хватило места в чате, в WhatsApp, может быть, можно им предложить присоединяться просто в группу Метод Ключ? Лучше в чате, ВКонтакте. А если и ВКонтакте закончится? Нет, там не закончится. Никогда там. Если там закончится, мы скоро перейдем в Телеграм, там более миллиона можно добавить. Хорошо. В ВКонтакте должно есть, хорошая новость. В ВКонтакте мест должно хватиться. Да, в Телеграме тем более, да? Ой, там группа, там, спасибо. Ну, надо быстрее тогда и туда переходить тоже. Конечно. Я хочу, чтобы наша школа была бы во всех, во всех сетях, чтобы много-много людей могли бесплатно получить, бесплатно получить возможность, как простими для себя приемами снимать лишнее напряжение, регулировать свое собственное состояние, включать внутренние ресурсы. Потому что мы же как раз таки вот теперь после этого ролика запишем прямо предстартовое, предстартовое, и завтра перед открытием нашего марафона выставляем его тоже. И каждая предстартовая является ступенькой к этому марафону, где человек может больше, больше, больше понимать, почему 21 день каждый человек, пять минут применяя кусочек метода ключ, кусочек, не весь ключ, а кусочек метода ключ, почему он может научиться управлять своими ресурсами, включать в нужный момент такие внутренние силы, которые раньше были, не включались по каким-то причинам, а включались только в экстремальных ситуациях, а теперь по своей воле он может включать, чтобы научился. Но у меня еще не только для творчества, но там вот сегодня я посмотрел на открытой трансляции, сколько было вопросов, не только по творчеству. А у меня это все записано. У нас больных людей, там и ревматоидные артриты, там и дети больные, ну вот ты понимаешь, вот наша школа Homo Futurus предназначена для развития, для развития творческих качеств и адаптивных способностей к любым переменам в жизни, чтобы человек был устойчив. А получается, что очень много больных приходит, а мы же лечением не занимаемся. А вот с утра участники будут применять метод ключ, только хотят, хотят два раза, хотят три раза метод ключ применять в день, а по вечерам день, через два, через три будут уже выходить именно такие ответы на вопросы. Подожди, подожди, подожди. Ну вот, то есть... Я должен сам давать ответы на вопросы, на подготовки как специалист, я должен сам давать эти ответы. Да, я вам просто сдаю и все, уже отвечаю. Но при этом, ну при этом, как нам поступить, чтобы все-таки больше было вопросов по развитию творческих, адаптивных качеств, а меньше больных, потому что больные, получается, один человек. Возьмёт своим вопросом и заполнит всё внимание всей школы, всей школы. Пусть он выходит на скайп. Вот, я про обеззываю. В 19 часов по Москве, по Москве, пишет мне в скайп, я участник марафона, я участник школы Homo Futurus. Вот, вы обещали нам бесплатно, две-три минуты, дать совет, дать рекомендацию. Пусть выходит на скайп, только с 19 часов по Москве. Да, я вот про это и говорю. Роль, скажут, я участник школы Homo Futurus. Это прямой вход. Я тогда приму и отвечу на вопрос. Да. Вот, я про это и говорю так раз, чтобы не только вы ему ответили, участнику, а чтобы мы ещё это записали и выставили, чтобы время вас не занимали потом в дальнейшем. Ну, хорошо. Это очень важно. Ты, по-моему, собирался, Алексей, сделать благородное дело, ещё и сопровождать этот марафон. Конечно. Тем, что там дашь какую-то рекомендацию, как им создать себе калаш из своих мечтаний. Конечно. Рассказывал. Конечно, конечно. Ну-ка, скажи, скажи, что это такое? А именно, что такое, да, что такое именно калаш мечты или карта желания, это вот человек берёт ватман, а один, или какой ему по возможности есть, насколько у него желание прям изнутри появляется, и он там начинает припеть. Припеть, например, там фотоаппарат себе, там палатку, там Сингапур, Бали, коттедж, какой он хочет, или квартиру, либо там велосипед, обувь какую-то хочет, либо благотворительность, либо... Поступить в институт, поздать хороших экзамен. Да, маме помочь, отцу помочь, детям. Ну, там что, будешь подсказывать, как правильно создавать себе формализацию своей мечты, да? Да, ну, чтобы человек в простом, не в стрессом ситуации начал вот это кричать, а спокойно, по одному, по два картинки в день, так, раз, 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 и поэтапно стоит. Ну, получается, мы напоминаем человеку, что он по природе творец, что он должен вспоминать о том, это главное, о чем я постоянно говорю любому человеку, здоровому, больному, надо мечтать. Надо мечтать, потому что, когда человек мечтает, я хочу, чтобы все это услышали, когда человек мечтает, он, по существу, создает образ своего будущего. И все нейроны мозга, все нейроны мозга синергетические, синергетические объединяются в направлении включения внутренних ресурсов, подсознательных и организма, чтобы быстрее достичь этого будущего. Потому что без мечты нету движения вперед. Человек как раз и отличается от животных тем, что он способен к выбору и способен к мечтанию. А некоторые люди что делают? Они говорят, о чем мечтать? От уха-то нет. Да. Ну, вот я даже... Процесс-то нужен, процесс нужен, процесс нужен мечтательности. Да. Или... Это важно, чтобы каждый человек знал. Да. Или, вот, если возьмем даже, если коллажа мечты нет, он куда смотрит? Либо на шкаф смотрит, либо на зеркал смотрит, либо на ноутбук смотрит. А когда он над ноутбуком, над компьютером, где коллажа мечты висит, он куда будет смотреть? Он будет, о, я знаю, ради чего я живу, ради чего я готов творить, ради чего я методику лучше применять, ради чего это все, ради чего я вообще живу. Для начала. Понятно, понятно. Для начала. Да, да. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Ну, ты там еще расскажешь, дашь совет, как это правильно сделать. То есть, каждый день человек будет, участник марафона, во время марафона пять минут заниматься, как утренней зарядкой раньше занимались, заниматься элементами ключа, которые мы завтра запишем. Да. Будет добавлять к этим элементам свои собственные упражнения, которые я завтра расскажу, как надо подбирать свои собственные упражнения, чтобы они точно с ним совпадали. Это будет такой индивидуальный подход в этом массовом обучении, индивидуальные упражнения, которые лично тебе подходят, лично любому участнику. Поэтому в этом секрет прекрасного, разительного эффекта этого марафона. И пять минут в день участник марафона делает эти синхронизирующие упражнения и приемы, развивает устойчивость к стрессам. И когда происходят неожиданные перемены в жизни, любые, приятные и неприятные, он сохраняет внутреннюю гармонию, свою внутреннюю целостность, свою внутреннюю такую равновесность. И он быстро понимает, что и как нужно сделать, чтобы адаптироваться к этим изменениям. Да. Но это же есть творческий подход. Да. А вот я хотел вот такой вот интересный вопрос задать, потому что мы в предыдущем ролике говорили, два полушария. И это когда сегодня или завтра будем записывать. Мне вот это интересно. Слушай, слушай, я думаю, что наш Влад Орлов, участник школы, еще раз передаю привет и всем нашим участникам школы. Он там делал ВКонтакте, ВКонтакте, специально такое, чтобы человек заходил и видел. И мои статьи опубликованы в различных журналах, и газетные вырезки, где писали про ключ. И там есть ссылки на стресс-су, твой сайт, где есть эта модель работы мозга. Все. Я туда зайду и буду смотреть. Да-да-да, но там любой человек может зайти и прочитать ее. Да, а как она называется, чтобы легче было? Называется «Новейшая модель работы мозга» или «Новая модель работы мозга». Да, это есть. Я несколько раз рассказывал об этом. Любой желающий может подробненько посмотреть. В ленте, если он всю ленту школы смотрит, не только сейчас то, что мы делаем, а то, что раньше-раньше делали в ленте школы, в ленте школы, посмотрит раз, и выскакивает там видео, там я рассказываю об этом. Или я там беседую с каким-нибудь профессором тоже, и мы вместе с ним в диалоге находимся по этой работе мозга. Как нейросети мозга работают, когда человек в стрессе, и когда он в творчестве, и когда он решает какую-то конкретную бытовую задачу, и когда он штангу поднимает. Там же очень много есть, а если человек захочет, он может в Хасайру войти, в Хасайру сайт, и там есть, есть страница, страница, самая высокая победа, это победа над собой. И там есть люди, потрясающие, потрясающие люди, которые под водой держат задержку дыхания, там столько, там минутами, 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 чемпиона мира, там и так далее. И там есть люди, которые гири поднимают, если раньше они поднимали 10 раз, теперь поднимают 15-20 раз с помощью ключа. Там есть такие у нас, любимые нами мои друзья-герои, в сайте Хасайру, о победе над собой. Потому что то, что вы сейчас сказали, то, что я вспоминаю, передо мной человек, который тоже применял метод ключ, тоже, а он передо мной, прям в Сочи, в Жемчужине, прям в этом бассейне, там она 50 метров, он туда, да, под водой пропул. Я так смотрю, да ладно, как так можно? Это передо мной было. Я говорю, так, так, так. Вот его Андрей зовут, вот он, в Сочи. Потом там еще был такой результат, потому что через три или шесть месяца уже начал от Джима Лёжа это делать, уже там, я точно не помню. У нас Дмитрий Павленко, например, он делает штурм глубины, применяет ключ, без акваланга, сколько-то метров глубина, а у него не рук нет. Он там на гранате учебной подорвался. У нас есть парашютист, который без рук прыгает, тоже чемпион мира. Да у нас много разных людей, которые применяют вот эти приемы. Кто не может делать вот те хлёст, например, лыжник, которые у нас есть в упражнениях, шалтай-болтай, или легкий танец, весь назад, весь вперед, с проходом вниз. Если человек не может в силу каких-то физических ограничений, он это делает внутри себя, эти упражнения. Это очень важный момент, потому что по сходу к нам и больнее обращаются. Они думают, как я могу делать ключ, например, ключевой стресс-тест, если у меня руки не двигаются, или если у меня нога не двигается после операции, как я могу это делать? Оказывается, внутри себя это можно делать, потому что там есть схема техника и алгоритм, как это делать, для того, чтобы быстрее выздоравливать, для того, чтобы выходить на состояние из выживания на созидание. Это очень важный момент, это очень важный момент, и поэтому 21 день на нашем марафоне, 5 минут в день, делая эти приемы, хоть внутри себя, хоть сопровождая их движениями, воображая себе образ будущего, каким ты хочешь быть, какие мечты у тебя есть, представляя себе, каким ты хочешь быть, делая эти приемы, или сопровождая их движениями, или внутри себя, ты за 21 день становишься таким. приближаешься к этим мечтаниям, приближаешься к этим мечтаниям, быстрее, чем если бы ты делал, это без этих приемов. А вот я еще один вот такой я видел вопрос или ответ от вас, то, что спрашивают, а про творчество будет марафон? Про что, про что? Про творчество, про творчество. Про творчество, конечно. Я сейчас там учитал, там где-то творчество будет. Да, 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 сейчас скажу. Это опа, сразу чик-чик-чик. Смело. Сейчас скажу, сейчас скажу. Есть такое, есть такое понятие, войти в поток. Да. Оно обычно применяется, вот я, например, когда рассказываю, я начал входить в поток, я вошел в это состояние, когда рекой прямо льется, у меня мысли сопровождают движениями, жестикуляцией, это мне помогает легче думать, легче говорить, видишь, как я свободно говорю, да? Да. Я этому учу ораторскому искусству и рисованию, творчеству же, творчеству. А я этому учу и конкобежному спортсмену, который фигурным катанием занимается, чтобы во время своих действий входил в поток, и там что-то, что он выучивал, какие-то фигуры делать на ду и так далее, чтобы он входил в поток, это что же творческий подход. Да. На скрепощение, вот эти пять базовых приемов синхрогимнестики, еще с подбором индивидуальных приемов, соответствующих лично человеку, лично участнику марафона, индивидуально, точно, чтобы совпадало. Да. Они дают возможность развить у себя эти качества, творческие качества, чем бы он ни занимался. Изобретение он делает, или танцует, или стихии создает, или рисует. Входить в поток легче и быстрее, легче и быстрее входить в поток, убирая вот эти зажимы, блоки, страхи, ошибки, всякие стереотипы, убирая свое эго, растворяясь, растворяясь, как с вечностью, как со Вселенной. У меня даже есть такая фраза, знаешь, какая хорошая фраза? Поэт – это человек, говорящий с вечностью. Вот он конкретный человек, говорит с вечностью. И у него такие стихи, да, ну что это, ну это же очень важно. Поэты знают, поэты знают, когда у них бывает такое вот напряжение, им хочется стихи писать. Потому что, когда они стихи пишут, в этом ритме стихосложения у них происходит разгрузка. Ты представляешь, как интересно? Человек, когда творит, он тоже разгружается. Но на другом уровне ритмов. Да-да-да, он входит в поток, и это ему помогает, он освобождается. Он, когда пишет эти стихи или рисует картину, он освобождается. А другой человек просто освобождается, когда матом ругается. Ты понимаешь, потому что у нас напряжение так выросло, а творческий механизм в этот момент отсутствует, или напряжение такое высокое, что ему сейчас не до всего этого. И он выражает вот это, изливает свою, освобождает свою душу, матом ругается. Понимаешь? А мы как раз таки, чтобы человек меньше матом ругался, а чтобы больше стихами выражался, чтобы был полезен не только себе, но и людям, чтобы потом, как ты поругался, с кем-то не приходилось потом ходить и извиняться постоянно. Это же ты сам себя в тупик ставишь. Конечно. Чтобы он мог создавать из трагедии, создавать произведения, перенаправлять энергию стресса в нужное русло. Ну, этому мы, собственно говоря, и посвящаем этот марафон. Пять минут в день, когда он тренирует, тренирует переключатель для мозга, нейросетей, по моей теории, новая модель работы мозга, и по практике, которая уже опробирована десятки лет, и даже уже в учебнике по физкультуре для старших классов. И много книг у меня, и 20 книг, на разных языках, и на французском, и на английском, и много учеников, специалистов во всем мире. Это проверено. И эта выжимка дана в пятиминутке марафона. В пятиминутке марафона. И тогда, когда человек каждый день делает эти упражнения, то он вдруг начинает замечать, что он становится все свободнее и свободнее, свободнее и свободнее, и настраивается лучше, сосредотачивается. И расслабляется лучше, и переключается лучше. Вот этот механизм у него, как бы смазывается, вот как в автомобильной коробке передач. Есть же коробка передач автоматическая? У него в мозге, в нейросетях происходит вот это вот улучшение, вот этой переключаемости. И поэтому он меньше тратит энергии на эти переключения. Я понимаю. И поэтому становится здоровее, потому что энергия-то жизненная, она у него... Сохраняется. Да, сохраняется. Мы научаем человека с помощью этого марафона экономии, энергозатрат, моменты силы воли для переключения. А вот такой вот вопрос. А вот человеку надо жизненную сохранять энергию, либо ее тратить, либо отдавать. Нет, нет, нет. Нет, отдавать энергию, это в каком смысле слова? Это же вещь касается... Наташа, возьми, пожалуйста. Потому что это очень интересный вопрос, да? Наташа с Олегчаем Ширтохилем, с нашим, на минуту, Малаксиевичем. Да. Потому что либо сохраняешься энергию для того, чтобы баланс здоровья держался, либо ты ее расходуешь. Как правильно? Речь идет вот о чем. Человек, когда расходует свою энергию в любимом деле, она по-другому расходуется. Она расходуется таким экономным образом. Он занимается любимым делом и часов не наблюдает. У него минимально расходов нет. Но он дарит. Потому что другой человек посмотрел, ой, а мне понравилось. Слушай, все мне звонят, спрашивают, слушай, а где достать вашу картину? Я говорю, слушай, ну это же уникальные вещи. Как достать? Вот и возьми, сделай так. На открытках напечатает. Кто-то захочет, там на майке себе нарисует. Возьмет, да что ты? Уникальные картины у меня авторские. Конечно. Это же творчество. Я поэтому говорю, я трачу энергию, но с удовольствием. И поэтому трачу не ту энергию, которую я бы тратил, когда у меня стресс, не имеет этого адреса перенаправления на творчество. Он бы меня просто разрушал. Я хочу тебе объяснить, что если... Я уложил вопросы. Я потому что, я эти моменты тоже вот не понимал. Вот сейчас я понял. Потому что на самом деле, когда мало энергии, вот на любимое дело украть, на самом деле время увеличится и много чего успеваешь сделать. А когда ты тратишь энергию на агрессии, там много время уходит туда еще, и много энергии уходит. А потом еще извиняйся, ходи. Еще в последствии это. Еще время ты не уважаешься, еще время уходит на то, чтобы еще восстановить на это. Ты вообще... А еще надо доказывать, что ты не дурак. Да. Еще надо доказывать. А если ты сразу говоришь, нормально разговариваешь, другой собеседник, даже проблемный собеседник с тобой разговаривает, даже на переговорах. Если ты как человек, который имеет свое творчество, имеет... Если даже у него картина не продается, допустим, или продается, неважно. Но если он занят любимым делом, то у него энергия правильно расходуется и экономно. Ты знаешь, что оказывается, долго живущие люди, это те люди, у которых есть хотя бы в качестве досуга любимое дело. Это очень важно. Это очень важно, потому что в любимом деле тебе природа помогает, твои таланты помогают. Поэтому в школе Homo Futurus у нас не только люди, которые хотят восстановиться, а большинство людей, которые уже этап восстановления знают, как быстро делать, а которые уже и рисуют, и лепят скульптуры, и музыкой занимаются, и экзамены лучше сдают, потому что у них творческий подход. Вот это развитие творческого подхода ко всем делам. Да, потому что я тоже заметил, когда вот люди выходят на пенсию, они от безделия уже не знаю что, и они ломают. Это вообще смешно, потому что в одно время меня пригласили в какой-то центр, это давно было еще в СССР, и там была психологическая служба, ну как-то сделана для того, чтобы пенсионерам давать. Для того, чтобы давать пенсионерам, чем им заниматься, чем им заниматься на пенсии. И понимаешь, как это нелепо, потому что я представил себе сразу Льва Толстого, который вышел на пенсию, стоит на дороге и думает, чем же мне заняться. Это смешно, правда? Конечно. А потому что большинство людей на своей работе не своим делом занимались. Поэтому, когда он на пенсию вышел, он не знает, чем заняться. А наша задача, чтобы человек открывал у себя эти творческие качества и ранее, ранее неизвестны для себя творческие способности. Поэтому, поэтому, вот эта щепоточка психогимнастики по методу Крюш, которую каждый день 5 минут на марафоне человек применяет, вдруг он, мечтая о желаемых переменах, об образе будущего своего, применяя эти приемы, вдруг начинает открывать у себя творческие качества и способности, о которых раньше не подозревал. И начинает, да, находить новый досуг и новый круг общения. Это же очень важный момент. Да. Вот, если я хочу задать последний вопрос, потому что у нас запись уже затянулась очень хорошенько. Вот, если человек занимается его творчеством, да, своим. А человек, он молодеет или стареет? Нет, вот я тебе скажу. Долгожители, долгожители, это люди, которые хотя бы на досуге занимаются любимым делом, потому что это как раз таки создает экономию его жизненной энергии. Во-вторых, у него развиваются в нейросетях новые, новые, новые уровни механизмов, которые помогают ему чувствовать со смыслом жизни, со смыслом жизни. Потому что он знает, ради чего живет. Ты помнишь этот фильм «Семнадцать мгновений весны»? Там был профессор Плешнер. Я только слышал. Там Алла Штиллер сыграл Тихонов. Помнишь это? Нет, я только послушал. Все вспомнили. Там этот Плешнер, профессор, и идет, значит, по улице, и он пропустил, что там вот пароль какой-то в виде цветка должен был в окне дома увидеть. И он забыл посмотреть и не увидел, что этого пароля нет. И поэтому попал, значит, в лапы естапа. Но там хорошее описание. Юлиан Семенов, гениальный писатель. Он ухватил это и заметил. Я хочу, чтобы сейчас все заметили, что Плешнер шел по улице. И в этот момент его ничего не интересовало. Потому что он думал о том, что он придет домой, а дома на столе лежит стопка чистой бумаги. И он будет сидеть и писать свое. Вот это состояние, ради чего человек живет. Ради чего человек живет. Но нам надо, чтобы человек, делая эти упражнения, начал чувствовать вот этот смысл жизни. И при этом замечал вот эти вот цветки, которые на окне. То есть, чтобы он был в равновесии, а не вообще улетал. Понимаешь? Да. Я тоже. Может быть, я не очень понятно говорю. Отлично. Но для этого есть школа. Отлично. Для этого есть школа, где могут задавать вопросы. Пожалуйста. Я тоже ради этого живу, чтобы каждый какой-то день записывать ролик свой. Отлично. Я от этого кайфую просто. Да, отлично. Вот слово кайфую, ты сказал, значит получаешь удовольствие. Я очень удовольствие получаю. Да. Вот тот человек, который получает удовольствие от своей деятельности, он не становится наркоманом. А наркотик это что такое? Получить удовольствие без того. Вот эти люди, которые либо по моде туда попали, либо по агрессивному воспитанию, либо их обманули. Дали ему наркотики, и он стал зависимым. Да. И он получает этот кайф. А нормальный человек этот кайф получает, когда занят любимым делом. Во-во-во-во. Это очень важно, что наша школа человек-большего хомо-катурис развивает у человека творческие качества и способности, и изобретательское мышление, как решить любой вопрос, который тебя волнует, наиболее простым способом. Да. Все. На этом мы заканчиваем. Завтра будет у нас ролик. Спасибо вам. Завтра запишем ролик домашнего задания на все 21 деньгинь. Да. До встречи. До встречи. До встречи. Спасибо, Алексей. Спасибо тебе. Благодарю. Счастливо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok